А вот автомобильчик вы давно завели? Автомобильчик нет недавно то есть после приезда сюда уже в долину вот как раз пять дней прошло и мы купили потому что надо было сдавать машину которую брали в рент и поэтому у нас сразу в последний день рента мы купили в общем-то а вот алекс вы просто видео у нас смотрели? Да посмотрел видео и просто поехал к нему я эти видео снимал наверное года два с половиной назад это одно из первых и мы там я смотрю что иногда к нему ребята идут вот буквально пару дней назад там еще один вот товарищ с канала он еще у нас не показывался но покажется тоже у него машину купил был очень доволен да ну что же что за машинка? Взяли сначала хотели взять просто машинку чтобы возить себя то есть ну какой-нибудь седанчик небольшой типа тойоты короллы но у алекса ребята умные посоветовали возьмите что-нибудь побольше и мы взяли минивэн пред вы можете и сами с комфортом передвигаться много-много туда всего загрузить и возить говорит кого-нибудь можете но я вам скажу так что конечно когда семья и в ней ну сколько-то машин одна машина безусловно должна быть вот такая SUV или минивэнчик потому что ну бывает в горы поехал бывает там друзей взял с ними куда-то покатил понимаете то есть это нужно но если всего одна машина и вы за рулем конечно хорошо иметь минивэн безусловно это потом тоже в цену упирается бывает дел хорошие и в общем так вот ну вы довольны машинкой то да очень доволен ребенок вашу два года мальчик девочка 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 она вообще соображает что происходит или не очень пока но ей нравится это во-первых это самое главное перемены какие-то перемены она тут везде гуляет все смотрит для нее все это в новинку то есть тут площадки такие детские очень интерактивные где-то что-то постучать можно позвенеть полазить везде вот ей нравится ну я не знаю насколько она понимает что там сменилась полностью среда или нет а вот супруга супруга чем занималась раньше супруга занималась она работала менеджером по продажам то есть сначала менеджером по продажам а потом уже возглавляла отдел по продажам ну чем торговали они продавали рекламные услуги сервисы продавали по образованию у нее там менеджмент организации по-английски вы как вообще супругой ну мы между собой на русском общаемся понятно можете поговорить если что но в принципе да то есть она она уже не новичок в америке она до этого два года по j1 приезжала поэтому она здесь звалили более-менее она здесь представляет и команды пишутся все сколько 28 а ну то есть два лет это давно было там лет шесть семь восемь назад но это на запал как бы что место правильно ну да то есть она не возражала не поеду я не в какую америку у нас тут огород вот тут нет не возражен хорошо так а план какой но я понимаю вы сейчас еще немножко вам осталось учиться покажите вас бэджик кто-то вы так не видно то с веревочку вот это бэджик такой да когда написал имя да чтобы было покрупнее да когда в школу заходишь так бэджиком чик вот таким да и то не нужно расписываться в списке там хорошо так ну станете вы тестером это понятно потом жонка начнет делать там вплоть до тестирования значит потом а вы тут собираетесь жителей по эти где подешевле чтобы там домик сразу купить или что не знаем но хорошо за этот месяц вы обросли какими знакомыми друзьями друзья в школе вот которыми теми и обрастаем плюс жена обрастает знакомыми у песочницы у песочницы да то есть русскоязычные но там нормандия или кукушки какие-то я в песочнице там уже не нравится ну что же хорошо вот студенты в группе у нас не фултайм 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 который сейчас начался так вы как группа у вас так ударный коллектив или не поймешь чем там они уже начинает сплочаться группа вся так и я думаю достаточно будет ударные то есть все занимаются да все занимаются поддерживают дружеские отношения плюс поддерживаем неформальные отношения создали группы там на фейсбуке создали в скайпе на выходные там куринать барбекю да хорошо а вот родители ваши чего говорят по поводу ваших приключений родители ну как были в шоке сначала когда узнали что выиграли но ничего сейчас мы общаемся по видеосвязи то есть скайпе скайпе да но это хорошо такое чтобы ребеночек не не открыть по-русски говорить у нас как бы такое развлечение для ребенка бабушке звоним ставим телефон смотрит ручкой машет ну да а у меня знаете интересное наблюдение у меня старшая внучка саша вот ей восемь лет с половиной ну и младше ей девять месяцев то есть она еще не очень сознательный элемент ползает там сюда и саша они очень дружны саша и читает майдадыра я говорю саши говорю мне кажется что наташа пока не может понять смысл этого произведения литературного на что она мне строгая ты что дедушка хочешь чтобы наташа выросла и по-русски не разговаривал вот то есть так приучают ребенка надо внимательно слушать и интересно ой а вы читаете книжки с девочкой да обязательно конечно читаю девочку как зовут арина о как неожиданно такое прям как в пушкинские такие времена что-нибудь есть такое вот первый месяц заканчивается что вы поэтому скучаете вам вот этого не хватает вот чтобы это было сейчас пока нет то есть ну возможно хочется родителей увидеть как то у нас они более тесно пообщаться ну в целом вроде бы нет нормально нормально есть чего-нибудь от чего но и наши крыши снесло но обалдеть ничего себе вот у меня был парень один он только приехал тут три дня ходил по моему не снял несколько лет назад я могу ну что вот такой знаешь как вот хожу и думаю кто позволил кто позволил что тут люди вот так жить могли хорошо ходили улыбались вот у вас есть что такое я бы не сказал чтобы прям такое что вау да но в целом очень приятно очень все комфортно а правда говорит что пахнет чем-то таким воздух какой-то цветы там какие-то цветами пахнет конечно то есть чувствуется чувствуется цветы секвойя пахнет прям хвойный такой запах приятный и четыре все пахнет пахнет что пахнет ладно народ вот это вот хохмочка там про неискренние улыбки того или что такое есть такое скорее всего нет потому что когда общаешься со всеми но все достаточно искренне нет такого что это не не чувствуется фальшива нет не чувствуется есть ощущение что вы находитесь в каком-то очень дорогом месте ну за пределами того что квартиры дорогие вот когда просто ходишь вот смотришь не на может машины вокруг они дорогие там не на что так вот что такое ощущение дорогого места что чисто внешне я бы не сказал внешне нет когда на ценники смотришь ну да все-таки дороже несколько чем во всех остальных местах и сейчас мы еще как бы до сих пор сравниваем с ценами там в рублях на рубли все пересчитываем причем пересчитываем по старому курсу пересчитываем по новому курсу и вот это все сравниваем ну когда дороговато все все проходят через это я когда первой баночке пепси колы хотел купить и там она стоила 50 центов ну потому что в ларечке если бы я купил сразу блок из 6 15 но поскольку бывает отдельно стоящая баночка и него 50 центов я сразу раз а 10 рублей я бы за 10 рублей надо есть пока еще есть такой еще не отвыкли такой вопрос когда вы смотрите по магазинам там может быть цене интересно как вот сравнивается продукты питания шмотки если переводить приводить к общему знаменателю валютному так скажем долларом или рублевому здесь дороже то же самое может быть дешевле даже трудно сказать из них такого ощущения что здесь дороже шмотки и да и еда и вещь ну может быть смотря опять с чем сравнивать ну как вы дома жили как дома но подороже то есть где-то что-то пересчитываем да да но дороже как бы есть то же самое ну здесь нельзя говорит там то же самое потому что здесь все другое там тоже еда но на другая то есть ну шмотки допустим да где-то они там подобные есть шмотки примерно того же если брать то же качество то они примерно того же нет смысла вести с с собой шмотками просто берешь деньгами и все ну да да ну опять же знаете если много взять с собой шмоток это много чемоданов соответственно это билет дороже выходит из пережитого вот что-нибудь сказать ребятам которые собираются в дорогу вот чтобы они знали и не совершили какую ошибку которую вы совершили что-то вы заказывали аренд автомобиль через англию да это вы были нет нет заказывали мы все через веб-сайты то есть мне кто-то говорит что заказывать автомобиль в арендовке на британском веб-сайте то дешевле будет такой слышал разговор нет мы просто для сравнения использовали агрегаторы разные которые там по разным компаниям ищут потом заходили допустим смотрим где-то там предположим не рекламная компания баджет да посмотрели то есть стоимость через агрегатор такая зашли там на сайт непосредственно баджет посмотрели стоимость отличается если заказывать прямо напрямую с сайта и оплачивать допустим полную неделю рента то есть она дешевле то есть ну так вот и выбирали нет но агрегатор же тоже на заработать и должен ну да конечно то есть сравнивали цены смотрели где подешевле где условия получше там выбирали это все супруга ваша жизнерадостная оптимистичная или наоборот мрачная все и не так нет она жизнерадостная потому что мрачным тут нельзя быть надо быть с оптимизмом хорошо ну а у вас есть американская мечта какая-то или вы еще так не разобрали пока еще не разобрались то есть поживем увидим ну ладно хорошо давайте вас пока тогда мучить не буду вот значит опыта вы такого на них не 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 высыпали такого опыта в чем может быть нужна какая-нибудь карточка неважно допустим возьмем россию это может быть кредитная или дебетовая но здесь они обычно даже дебетовые карты российские здесь как кредитные прокатывают то есть нужна какая-то действующая карта желательно обязательно чтобы она была эмбассирована то есть буковки вот эти циферки выдавлены должны быть и вот собственно собственно лучше заиметь такую карточку и чтобы на ней были там какие-то машину в рент без карточки невозможно даже в гостиницу куда-то поехать тот же airbnb он тоже просит карту там я не знаю пользоваться убером лифтом а вы все это вы говорили на убери подрабатываете на немножко нет это не вы были не подрабатываю потому что для убера нужны местные права и опыт год а вот так кто-то мне говорил на убери подрабатывать это видимо из местных кого год есть опыт в сша вождении с местными правами у него пока опыта года нет и прав местных тоже вот это сейчас работаю над местными правами как бы их займите ладно тогда мы вам пожелаем успехов спасибо вот и вы нас не забрасывайте рапортуете о ваших промежуточных там результатах вы смотрели же за ребятами как они там интересно было очень но не было ощущение что вот это все подстава там стейджинг какой-то что это не настоящие люди нет такого ощущения не было и вот непосредственно я теперь сижу на этом месте все по-настоящему все реально да хорошо а то мне знаете вот это все пишут там что я вру а вчера один один написал собой характерной еврейской фамилии вот я говорит узнал что вы как еврей и как-то почувствовал недоверие говорит ну хорошо ладно я просто так над насколько мы как бы выглядим правдоподобно на самом деле я я понимаю что когда-то со стороны смотришь и тебе говорят вот можно вот так 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 думаешь так как ту гуд ту бетру слишком хорошо что поверь то есть я понимаю я привык я дед вас лет в этом состоянии что не верит но не верит не верит вот но в общем то есть жизнь на марсе не тоже есть ладно давайте всем скажем пока 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 и отправимся к супруге с дочерью